Более 200 коммунальных аварий в сутки. На устранение прорывов воды в городе сотрудники МУП «Водоканал» выезжают круглосуточно. Промерзшие грунт и нехватка спецмашин значительно осложняют работу коммунальщиков. В конце текущего года из регионального бюджета были выделены несколько миллионов рублей на обновление необходимого оборудования и техники. Подробнее в материале Екатерина Ковальчук. К устранению коммунальной аварии на улице Некраса 18 рабочие приступили еще 15 декабря. Прорыв привел к отключению от водоснабжения 12 жилых домов. Сейчас идет работа по замене части изношенной трубы. Специалисты говорят, после ремонта последующих ЧП удастся избежать. В этом месте 25 лет. А вот через метр опять подобная ситуация может быть. Потому что трубопроводу больше 60 лет. Сами представляете. Естественно, срок службы ему 49 лет. Ему сейчас 65 лет. Вы сами понимаете, все. В зимний период количество коммунальных аварий в городе увеличивается в разы. Горячая линия МУП «Саратовводоканал» ежедневно принимает по 300 заявок о прорывах воды в Саратове. На обработку поступившей информации уходит несколько минут. Далее сотрудники службы выезжают на место ЧП. Аварийная бригада состоит из четырех человек. По словам специалистов, о результатах работы сотрудники службы сообщают диспетчеру. И уже он информирует жителей. Контроль осуществляется также диспетчерской службой. Сидит диспетчер на обработке заявок на работе с подразделениями водоканала. Это с водосетью, с консетью, с другими подразделениями. И осуществляет в рабочем режиме слежение за процессом производства работы. Вся информация поступает сюда, в диспетчерскую службу, обрабатывается. И результаты работы у нас появляются здесь на мониторе. Несмотря на уже отлаженную систему работы МУП «Водоканал», устранить все коммунальные аварии в городе удается редко. И причина этому зачастую нехватка специализированной техники. Для более эффективной работы аварийной службы из регионального бюджета был выделен кредит в несколько миллионов рублей на приобретение необходимого инвентаря и материалов. Денег, которые выделены в этом году, не хватит. Мы говорим о долгосрочной программе, трех-пятилетней программе. По предварительным прогнозам и оценке финансовой составляющей этой программы, там речь идет о миллиарде рублей, около миллиарда, там 600-800 миллиардов рублей, но из плюсов. Понятно, еще ситуация усугубляется тем, что изношенность и старение сетей продолжает. И при принятии такой программы и ее реализации, мы сможем проблемные участки сетей «Водоканалы» привести в соответствие. В этом году для унитарного предприятия уже было закуплено 12 единиц техники на сумму 10 миллионов рублей. В следующем году обновление парка спецмашин продолжится. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.